Из города в отдаленное село по доброй воле и с большим желанием. Программа «Земский доктор» действует в стране уже 10 лет. Но каждый раз истории тех, кто решил соблагоустроенную жизнь поменять на деревенский быт, заставляют задуматься. Ульяна Пятакова встретилась с «Земским доктором» и пыталась понять, кто же на самом деле эти отчаянные романтики по федеральной программе. Екатерина Майкова – врач-травматолог-ортопед. Единственный в шахазанах. К доктору едут и из соседних сел. Сама она сюда приехала из города. Закончила университет в Чебоксарах. Когда увидела вакансию не просто по специальности, по своему профилю, не раздумывала. Приняла предложение. Работа врачом-травматологом-ортопедом тяжелая. Я понимаю, что все думают, что это не женская работа. Однако она мне нравилась со студенческих лет. Я один раз, попробовав себя в этой сфере, поняла, что у меня призвание работать именно травматологом-ортопедом. Помогает и взрослым, и детям. Знает, кроме нее некому. Вот и Зоя Долгова обращается за помощью не первый раз. Этот ее очередной визит – маленький шаг на пути к исцелению. Я обратилась к Екатерине Владимировне по поводу заболевания сустава. У меня жидкость в суставе была. И она вызывала страшнейшую болезненные ощущения. И я долго, не долго, но как сказать, долго решалась прийти или нет. Но я рада, что пришла, что мне первый же день помощь оказали. Что эту жидкость убрали. Я даже не ожидала, что так можно боль снять. Сразу легче стало. Еще чуть больше года назад в Шахазанах вообще не было травматолога. Со сломанной рукой или ногой, с болью в суставах, приходилось ехать несколько километров. Если повезет, травматолог примет в Канаше. А если нет, то 80 километров до Чебоксар. Не каждый взрослый выдержит. Что уж говорить о детях. И все равно, нельзя не задать вопрос доктору, почему не в большой знаменитый медицинский центр поехала работать. Не в Москву, а в деревню. Доктору Кате вроде и сказать нечего. Теряется. Почему на село решили быть очень много больниц в городе, в больших городах? Почему в Шахазанское? Сейчас я подумаю. Подумать, конечно. Очень много людей, пациентов нуждается в квалифицированной медицинской помощи не только в больших городах, но и на селе. Поэтому, если есть вакансии, если есть возможность и желание работать в сельской местности, ничего страшного в этом нет. И все-таки это мечта. Работать с доктором, работать с людьми. Тем более, мама доктора тоже доктор. И сестра доктор. И тоже по федеральной программе в поддержке молодых специалистов уехала работать в Яльчикский район. То есть, посоветоваться было с кем. О том, как устроиться на новом месте. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика, из Канарского района.